МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Человек есть то, что он ест. Какую опасность для нашего благополучия представляют продукты питания с прилавков магазинов? Как не стать жертвой подделки? Каковы механизмы регулирования и контроля качества продуктов питания в нашей стране? Какова цена здорового питания? Как вы уже поняли, пища для размышления. Сегодня продукты питания. Меня зовут Евгений Переверзый. Всем здравствуйте. По определению Всемирной организации здравоохранения порядка 70% болезней и 60% смертей напрямую связаны с питанием. Сегодня в нашей студии Сердолеева Лариса. В июне этого года она и ее коллеги стали жертвами просроченной продукции. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что случилось с вами и с вашим коллективом? Как-то я купила в магазине свой любимый напиток. Я торопилась на работу и на срок годности не посмотрела. И при оплате кассирный мне не выдал чек, так как у них не оказался касса аппарата. Я очень возмутилась, потому что это налоги, как наша с вами зарплата. Пронесла на работу, угостила коллег. И, что самое страшное, через некоторое время появилась тошнота у всех, в том числе у меня. Открылась рвота, вызвали скорую помощь. Ну, как оказалось отравление. То есть вы связываете свое плохое самочувствие и плохое самочувствие своих коллег именно с этим напитком? Да, да, да. Скажите, вы на экспертизу отдавали ту бутылку? Нет, не отдавала бы. Я просто посмотрела на срок годности. То есть вы уже посмотрели по факту, да? Да, да. То есть всем стало плохо, вы взяли бутылку, посмотрели? Да, да, да. Я посмотрела, а там, представляете, три недели прошло по кистеку сорок. Хорошо. У нас в гостях представители общества защиты прав потребителей. Турсун Бахтинов, как часто к вам люди обращаются вот с такими проблемами? К сожалению, довольно часто. И, в частности, вот люди обычно идут в супермаркеты, думая, что там все-таки более, как бы они чаще проверяются. Ну, все-таки большой торговый объект, да? Но, тем не менее, в последнее время, к сожалению, там чаще нарушают права потребителей. Вот этот факт налицо. Просрочена продукция. То есть в этой связи, конечно, потребители имеют право сейчас обратиться в возмещение морального, материального ущерба через суд морального. А материальный ущерб вам должны были восстановить. Оплатить ваши больничные, издержки все. А мы сейчас это узнаем у нашего юриста. Да, конечно. Как она теперь, в данном случае, докажет, что она купила продукт именно в этом магазине? Достаточно того, что если она докажет, что именно в этом магазине приобрела данный товар. То есть отсутствие чека не повод. Ну, возможно, вы были с друзьями, с подругами. В конце концов, обычно большие магазины ведут видеонаблюдение, написать заявление и попросить копию того момента, дня, часа, когда вы приобретали данный товар. У нас в гостях юрист Айджанова Гульнара. Гульнара, здравствуйте. На что может претендовать человек в подобной ситуации? Как вот вначале сказали, что возмещение моральных и материальных, надо сказать, ущербов, да? Каждый потребитель имеет право взыскать через суд. В вашей практике были такие случаи, когда человек подавал в суд на, ну, допустим, на большой магазин, супермаркет? Все-таки по непонятным причинам люди у нас боятся отстаивать свои права, требовать компенсации за причиненный вред. То, что получают наши граждане, несоизмеримо с теми суммами, которые люди отсуживают за рубежом. К примеру, в прошлом году суд австралийского Сиднея обязал одного фастфуд-гиганта выплатить 8,5 миллионов долларов родственникам 7-летней девочки, которая осталась инвалидом после съеденной куриной ножки. Как выяснилось, в ней оказались бактерии сальмонеллы. А теперь давайте посмотрим на наш экран. На данной диаграмме мы видим количество пищевых отравлений в Казахстане за предыдущие два года. Причем подсчету подлежали лишь случаи массовых отравлений, то есть более пяти человек. За 2013 год у нас данных пока нет, но мы видим резкое увеличение показателей за 2012 год по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим напрашивается логичный вопрос, который я хотел бы задать представителю Министерства здравоохранения. Федор Афанасьевич, можете прокомментировать эту диаграмму? Ну, если говорить в целом по республике, в общем-то данные-то у нас обратная связь существует и есть. В этом году были тоже пищевые, вот у вас стоит вопрос, были пищевые отравления, связанные с употреблением продуктов питания. По городу Астана в текущем году таких отравлений не было зарегистрировано. У меня вот можно вопрос один есть, наверное, вот к юристу, да? Количество пищевых отравлений растет, видимо, статистики. Вы тоже говорите, что были и групповые. А кто-нибудь у нас выиграл хотя бы один такой суд, вот реально получил компенсацию? Даже когда человек становится вот инвалидом, суды у нас дают компенсацию морального вреда в размере от 500 до 700 тысяч тенге. Есть ли случаи со смертельным исходом, например, при ДТП, когда мать потеряла своего ребенка, значит суды у нас удовлетворяют иски в размере только одного миллиона тенге. Просто со своими коллегами. Это, конечно, ненормально. У нас в студии депутат мажориса парламента, госпожа Романовская. Здравствуйте. В прошлом году только больше 100 тысяч, можете себе представить, отравление было по всему Казахстану. И 100% они закончились в досудебном порядке и возмещали и моральный, и материальный ущерб. В общем-то, те люди, которые обучены, а они обучаются вот в том числе в Национальной лиге потребителей, они сами отстаивают свои права, и они знают прекрасно, как писать заявление. У нас есть сайт, кстати, потребитель.кз, он интерактивный. Вы все эти жалобы и ответы на них можете тоже там посмотреть. На что идут магазины ради прибыли? Чем травят людей? Ответы на эти вопросы мы надеемся получить от нашей следующей героини Эльмиры. Эльмир, здравствуйте. Здравствуйте. Вы работали в супермаркете. Да, в студенческие годы я подрабатывала в супермаркете продавцом. Когда это было, скажите? Это было, наверное, два года назад. Хорошо. Где находился этот супермаркет? Я не буду говорить, какой это супермаркет, он довольно интересный. Нет, я имею в виду, он в Астане находится. Да, да, это в городе Астане. Он крупный? Да. Я проработала там недолго, но то, что во время своей работы я увидела очень много. Товар поступает к нам в больших количествах. Не всегда хватало места в морозильной камере, чтобы его поместить. И поэтому он часто валялся на складе. Были также случаи, например, когда у нас красная рыба, она была просроченная. Брали просто штрих, перекреивали и продавали его как свежую продукцию. Мороженое окорочка просроченное также сдавали оптом на гриль или шаурма. Светлана Юрьевна, вы говорили о том, что у нас крупные сети, очень порядочные. Астана – это город непуганных предпринимателей. Это вообще, то есть, все то, что происходит в Астане... Знаете, я хочу поаплодировать. Серьезно. Астана – город непуганных предпринимателей. Здесь нет никакого уважения к потребителям. Здесь нет никакого вообще абсолютно конкуренции. И вообще все то, что здесь происходит, я уже не раз поднимала этот вопрос. Вот такого, как в Астане, нет нигде у нас, ни в одном городе. Даже регионально. Сейчас мы разрабатываем закон об общественном контроле. То есть, мы прекрасно осознаем, что каждому конкретному предпринимателю нельзя приставить какой-то проверяющий орган. Поэтому люди сами должны разбираться в том, что они покупают. За что они платят деньги. До тех пор, пока не будет внедрено обязательное потребительское образование, ничего не изменится. Понимаете? Вот вопрос, кстати, у представителя Минсельхоза. Давайте поговорим. Не вопрос, а небольшое дополнение. Я думаю, здесь должны подключиться не только сами покупатели и какие-то общественные объединения, но и средства массовой информации, а также Министерство культуры. Нужно разъяснять людям, какой продукт свежий, какой просроченный, как ориентироваться в этих надписях на том или ином товаре. И поэтому здесь без пропаганды этого, как делается в той же соседней России, без этого никуда. Но нельзя сказать, что работа надзорных органов совершенно неэффективна. Посмотрите на наш экран. Здесь мы видим данные, предоставленные нам Минздравом. Только за июнь этого года было забраковано и уничтожено 55 тонн продукции. Нет человека, который бы не сталкивался с некачественными продуктами в нашей жизни. И вот еще один пример. Посмотрите на экран. Эта женщина обратилась к нам после покупки странного фарша из обычного магазина. Это невозможно есть, потому что, я говорю, это субпродукты перекрученные. Халам написано, фарш говяжий. Смотрите, говядина везде написано. Ни адрес, ни телефон, нигде вообще нет. Вот, смотрите, все фикция. Сомнительность свежести, конечно. Есть какое-то нарушение. То есть, цвет не соответствует фаршу данному, потому что он бледный очень для говяжьего мяса. Сейчас я хотел бы поговорить с президентом Ассоциации халал-индустрии Казахстана. Марат Агибаевич, скажите, пожалуйста, что значит штамп халал? Халал, это, там, конечно, логотип, наверное, поставили, но видите, там ни адреса, ни телефона, ни это. Это однозначно не халяль, конечно, продукция. Халяль, это, если компания решила получить этот сертификат, он официально внедряется в стандарт. По всем требованиям, на основе пяти основных требований, на основе Корана, Сонны Пророка, Иджима, Иджихад, Факиха, в отдел фикаду Халяль, на основе Конституции Республики Казахстана. Скажите, откуда вообще появился этот штамп халяль? Это стандарт, мировой стандарт. Мировой стандарт. Такой стандарт именно по требованиям халяль, он должен проводиться, как должен проводиться забой, как должен храниться ингредиенты, какие ингредиенты разрешаются, какие не разрешаются, что допускается, что не допускается. Ну, в основном все компании, которые сегодня сертифицированы халяль, они выполняют все эти требования, но есть такие. То есть это типа знака качества, как в советское время был знак качества, то есть если на продукте стоит знак халяль, значит продукт качественный. Конечно, но это и качественно, но в данный момент здесь связано это ритуалом. Кто-то контролирует вообще производителя, кто ставит на свой продукт этот штамп? Кто получил сертификат халяль, они контролируются нами, мы их контролируем. Сейчас вопрос у нас в Казахской академии питания. Правда ли, что в Казахстане нет лаборатории, которая может определить, халяль это или не халяль? Не существует, да, таких, но вообще при забое определенные свои правила есть, если это все соблюдается, в таком случае это и есть халяль продукт. Но есть лаборатории, которые определяют на ГМО, что есть в данном продукте ГМО или нет. Седьмой канал откликнулся на жалобы этой женщины. Мы навестили злополучный магазин и вот как там встретили съемочную группу. Посмотрите на экран. Обычный магазин, находится он в центре столицы. Несмотря на то, что наши журналисты прибыли туда в сопровождении ветеринарной службы, продавец активно сопротивляется проверке. Но тем не менее, помимо сомнительного фарша, на прилавках этого магазина найдено много просроченных продуктов. Либо он был вовсе без маркировки. Через несколько секунд мы продолжим. Вы узнаете, какие еще могут быть последствия пищевого отравления и насколько сложно добиться справедливости. Не переключайтесь. Вы смотрите ток-шоу на седьмом. Выход есть, утверждаем мы, журналисты службы новостей. Тема разговора сегодня – пища для размышления. Пищевые отравления сегодня становятся вполне привычным делом. Но, к сожалению, некоторые из них несут тяжелые последствия. Давайте посмотрим следующее видео. Детская команда из Усть-Каменогорска «Торпеда-99». Сейчас вы видите их на экране. Надежда и будущее казахстанского хоккея. В апреле 2012 года она приехала в Астану для участия в чемпионате страны. Однако, помериться с силами, с соперниками у них так и не получилось. Вся команда оказалась на койках городской инфекционной больницы, после того, как пообедала в столовой спорткомплекса «Казахстан». Диагноз врачей – острое пищевое отравление. Родители детей уже второй год пытаются добиться справедливости, но дело затянулось. У нас в студии Юлия Тридяковская, мама одного из мальчиков. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как сейчас чувствует ваш сын? Сейчас мой сын и вся команда, конечно, чувствуют себя уже хорошо. А какой диагноз поставили врачи? Был поставлен диагноз «Санмоноллез» – острая бактериальная кишечная инфекция. Сколько он находился в больнице? В стационаре городской больницы города Астана находились 10 дней. Скажите, а почему так затянулось дело? Почему оно рассматривается уже полтора года? Почему так затянулось дело? Во-первых, изначально уголовное дело возбуждено не было. Был отказной материал. После этого, с помощью вашего же седьмого канала, хочу сказать большое спасибо, практически спустя год мы добились возбуждения уголовного дела. Дело неоднократно приостанавливалось за неустановлением лица, подлежащего к уголовной ответственности. В смысле, подождите, ну кто-то же, наверное, этой столовой или кафе все-таки являлся арендатором этого кафе. В апреле месяце к уголовной ответственности был привлечен, значит, снабженец ресторана «Олимп», который расположен, значит, в спортивном комплексе «Астана». Госпожа Романовская, скажите, почему такие вещи у нас происходят? Я имею в виду, почему затягивают дела? То есть вы можете взять под свой контроль это дело? Безусловно. Вообще, на самом деле, у нас больше, чем 90% всех дел, оно заканчивается с помощью медиации. То есть мы не доводим дело до суда. До судебного урегулирования вопроса. Да, до судебного. И даже судебное. То есть на любой стадии процесса, если человек хотел бы прерваться на медиацию, он может это сделать. И даже госпошлина возвращается. То есть суды очень загружены. Вот если вам просто статистику сказать, на одного судью, вот здесь, в Астане, городского суда, приходится 300 дел в месяц. Другими словами, упрощенной процедуры рассмотрения спора в этой сфере нет. Хотя мы вот сейчас этого и добиваемся. Как с точки зрения законодательства регулируется вопрос качества продуктов питания? До 2007 года в Казахстане существовал закон о качестве и безопасности пищевой продукции. Позже в этом законе было убрано слово «качество» и осталась только «безопасность пищевой продукции». Это объяснили тем, что государство может отвечать только за безопасность, а за качество отвечать должен непосредственно производитель. Вот сейчас мы, Светлана Юрьевна, пришли к вам напрямую. Почему слово «качество» было убрано из закона? Мы тоже наставим на том, чтобы вообще вернули опять такое понятие, как качество. Качество – это соответствие стандарту, другими словами. То есть, если мы говорим, что это молоко, внутри должно быть молоко, а никакой не молочный продукт, в котором, извините, есть только вода, пальмовое масло и отдушки. И я хочу обратить ваше внимание, что, в принципе, может быть, это еще и из-за того происходит, у нас нету вообще стройной системы защиты прав потребителей. То есть, другими словами, сейчас осуществляют эту деятельность АЗК в лице одного человека. То есть, там один человек защищает, скажем, права потребителей. Всей страны. Всей страны. И общество защиты прав потребителей, которое никак не финансируется государством. Это первое важное, да. И второе – мало поддержаны народом. Дело в том, что, во-первых, начнем с того, что вот это интересы потребителей стали отстаивать с того момента, когда было обращение президента на роду страны, когда он говорил, что бизнес должен строиться через призму потребителей, да, во-первых. Во-вторых, инициировали регионы. Поэтому предложение очень серьезное. Более того, мы всегда говорим, что законодательно вот это в сфере прав потребителя вопроса должен быть механизм. То есть, у нас есть закон, закон очень хороший. Кстати, хочу сказать, что согласно закону защиты прав потребителей, каждый потребитель имеет право прийти в магазин, потребовать сертификат соответствия. И более того, мы все 16 регионов переписываясь, конференции общаясь, предложили, что необходимо создать у нас в стране единый Каспотребнадзор. Скажем, вот не тот орган, который вот это общественное объединение, а именно как на примере Роспотребнадзора. А сейчас давайте посмотрим, чем чаще всего травятся наши казахстанцы. Внимание на экран. На первом месте кондитерские изделия. Очевидно, потому что они зачастую стоят просто на полках, а не в холодильных камерах. На втором месте мясные блюда, сюда также входит курица. Молочные изделия. Третий самый вероятный продукт отравления. Ну и, конечно же, мороженое. Мороженое, ну, наверное, потому что неправильное хранение и перевозка. Мороженое – самая, по-моему, обидная вещь, потому что это наши дети. Мы решили сами проверить качество самых популярных продуктов, которые сегодня представлены на рынках и в магазинах. Наши журналисты закупились на одном из местных базаров, а корзину с продуктами затем направили в лабораторию СЭС. Внимание на экран. На тест были отобраны следующие продукты. Говядина, мясо курицы, творог и сметана домашнего производства. Виноград, овощи, помидоры и огурцы, а также арбуз. Использовалось самое передовое оборудование. Продукты проверялись на соответствие нормам, которые устанавливают допустимые пределы наличия нитратов, пестицидов, общий бактериальный фонд. В итоге мы получили заключение по всем восьми продуктам. Федор Афанасьевич, вы сегодня принесли заключение с собой? Да, я принес заключение. Озвучьте его, пожалуйста. Нам просто всем интересно. С удовольствием. В арбузе и винограде выделена кишечная палочка. Мойте фрукты перед едой. По сметане, сметаня домашняя, значит, дрожжи превышают нормативные показатели. То есть она начала уже прокисать? Это дрожжи, да. И то же самое было в домашнем твороге. Это опять же пища к размышлению, что не надо покупать, оно и санитарными правилами запрещено, запрещена реализация домашнего молока, домашней сметаны, домашнего творога. Значит, мясо говядины по химическим показателям оно нормальное. Значит, мясо нормальное. Все остальные исследования, это на соли тяжелых металлов, это на пестициды, это на радиологические показатели. В принципе, здесь в норме. Можно мне? Слава Богу. Значит, вот говорили о том, что, значит, нельзя покупать молоко, творог, сметану домашнего изготовления. Мы, Казахстан, являемся сельскохозяйственной страной, и мы же выращиваем домашних животных. Поэтому потреблять молоко, потреблять творог, сметану домашнего изготовления надо и нужно. Может быть, я перебью вас, простите. Вот вы говорите, что можно на рынках, да, и так далее. А как люди приходят на рынок? Он же не просто взял ведро, пришел и поставил. Он должен пройти какой-то анализ и получить какое-то добро, чтобы... Я вам сейчас скажу. Есть на каждой рынке лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Перед тем, как, значит, человек приходит, значит, свою продукцию продавать, он проходит лабораторию, лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. Вот как раз эти продукты мы и купили на таком рынке, где они проходили проверку. И проверяет, проверяет. Но ведь проверяли. Поэтому, значит, лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы есть, там проверяется и качество определяется. Того же творога и молока, микробиологические показатели, нужно 72 часа, чтобы вы знали. 72 часа должно быть. А человек пришел на рынок, он что, 72 часа с ведром сметаны будет стоять, ждать, когда ему дадут результаты? Значит, если вы не знаете, или если вы знаете, да, 70 часа, значит, это микробиологические показатели. Я вам говорю, что микробиологические. Есть, значит, существуют стандарты, которые, значит, определенные, обязательные исследования и дополнительные исследования. По обязательным исследованиям проверяется качество продукции. То, значит, качество, которое, значит, можно потреблять. Любой человек может принести подозрительный продукт в лабораторию СЭС на проверку. Но ведь это и время, и наверняка стоит очень много денег. Но можно ли в домашних условиях проверить то, что мы едим? Не бывает неправильных пчел, а бывает неправильный мед, утверждает наш следующий гость, народный эксперт Эльвира Эльвира. Добро пожаловать! АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Эльвира, с чем вы к нам пришли? Я интересуюсь народными средствами и способами определения качества продуктов питания. Санэпидемистанция далеко и долго проверяется. Так, с чего мы с вами? Мы начнем, наверное, с икры. Давай, это что у вас, икра? Значит, это у нас икра. Если она натуральная, мы заливаем кипятком, и тогда получается мутная вода, выходит белок. Если же икра ненатуральная, то маслянистые пятна. Давайте попробуем, да? Так, икру мы выкладываем в пиалочку, в чашечку. Что должно произойти? Ух ты! Ух ты! Вышел, да, настоящий белок. Это кипяток, да? Да, да, это кипяток. Вышел белок, пища для мальков. То есть это говорит о том, что икра настоящая? Да, если не настоящая, то не будет такой картины, а будет маслянистые пятна или еще что-то другое. Ну, по крайней мере, мы знаем, что точно это икра. Да, что есть такой способ. Замечательно. Давайте, следующий. Так, следующий. Вот недавно мне рассказали, что, чтобы узнать натуральность молока, надо использовать водку. Если молоко натуральное, то будут хлопья. Молоко у нас двух производителей, мы этикетки не ставим. Конечно, это... Но самое популярное молоко в Астане. Вот, давайте... Давайте водочки еще добавим. Давайте. Еще немножко. Не жалко, да? Еще немножко водочки. Хорошо, пока молоко у нас выясняет, натуральное оно или нет, давайте перейдем к следующему. К следующему, да. Каждодневному продукту. Это у нас творог. Творог. Да. Очень хорошие виды питания. Но недобросовестные производители, участники, добавляют туда крахмал. Это у нас йод. 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 Темно-коричневого цвета. Мы капаем. Так, 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 не волнуйтесь. И что он нам должен показать? О, вот. Да вы что? Химия. Вы не поверите, творог стал черным. Даже синим. Темно-синий. Это что такое? Ну, это означает, что здесь крахмал. И что употреблять его не стоит. Посмотрите, он стал синим, точно. А вот здесь коричневого цвета. То есть этот есть можно? Этот есть можно, а этот надо вернуть. Вот коричневый цвет, вот синий. Давайте перейдем к росту. Глазно, конечно. С помощью зажигалки мы проверим, есть ли наличие сахара. Все, давайте поджигаем. Рафинад. Что должно произойти? Вот, если это натурально, значит, мёд будет пениться. Да, он кипит, слушайте. Кипит, видите, классно. Это получается натурально, да? Это натурально. А не натурально сейчас что будет делать? Ну, будет обугливаться и превратиться в черную бусинку. Да, да, что-то чернеет. Чернеет. Так что вот такие виды проверок. То есть получается, что здесь у нас сахар. Да, да. Представители СЭС, можно к вам вопрос? Как вы считаете, да, вот, можно действительно так проверить продукт? Ну, это... Действительно ли это... Домашние методы, наверное, сэс. Ну, они правдивые, действительно действуют. Ну, допустим, но пениться. Это вот мы не пробовали. А молоко-то у нас осталось... Да. Молоко-то... Обычное. Обычное. То есть это порошковое? Да, это порошковое. Огромное вам спасибо, что вы пришли и нам вот всё это показали. А нас ждёт ещё один эксперимент. Вот в руках у меня курица, которую мы сейчас поставим в микроволновую печь для разморозки. Для чего? Мы вам расскажем немного попозже. Не переключайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите ток-шоу на седьмом канале «Выход есть». Тема сегодняшнего выпуска – пища для размышления. По данным Минздрава, за июнь 2013 года в 68 пробах овощей и плодовой ягодной продукции было выявлено превышение. Минимально допустимых уровней содержания нитратов 87%. Этих продуктов – импорт. Наш следующий гость, Марат Искаков, собственными глазами видел, из чего порой сделаны продукты с маркировкой «Made in Kazakhstan». Марат, скажите, где вы работали? Лет пять назад я работал на заводе по изготовлению соков в городе Алматы. Натуральных соков? Соки, которые фасуются в титропаке? Да. В пакеты? Работа очень тяжёлая, но семью кормить надо. Поработав полгода, я там такого насмотрелся. А кем вы работали там? Грузчиком. Такого насмотрелся, что я сейчас сам не употребляю соки и другими советую. Потому что в основном соки эти делают из китайского дешёвого концентрата. Мы сами разгружали фуры, мешки с концентратом, на которых и были китайские иероглифы. В смысле, это некий порошок, который находится в мешках? Да, в мешках. И нас даже заставляли, помимо нашей работы непосредственно, заставляли нас засыпать этот концентрат в виде порошка. Подождите, подождите. То есть вы, будучи грузчиком, работали технологом? И сейчас отвлекали на другие работы. Заставляли чаны засыпать этот концентрат китайский дешёвый. Посыпали водой, смешивали. И, короче, вот из этого получали сок. Выпускали из дешёвого концентрата. То есть вот этот натуральный сок, который сейчас продаётся у нас в магазинах, в пакетах? Да, ну там, видите, производители, они пишут на упаковке всякую ерунду. Вы не верьте. Даже могут написать 100% сок. Это не 100% сок. Это, я вам говорю, большинство выпускают, делают из концентрата. Ещё вот, например, пакетированный сок выпускали. Тоже. Вот привозят исходное сырьё. Вы знаете, страшно смотреть. Яблоки гнилые, грязные, помятые. И как вот из-за такого сырья делают сок? Отжимают его. Потом после отжимки ещё раз его замачивают, оставят, ещё раз отжимают. Получается, продукт исходный. Его несколько раз перерабатывают и опять выпускают сок. Как его можно пить? Это же травится народ, потребитель. Неужели на всех заводах такое происходит? Я не могу давать гарантию, что на всех. Но вот именно на том заводе, где я работал, там вот такая технология производства была. У нас в студии начальник управления Комитета технического регулирования и метрологии Косымова Айгуль. Айгуль, здравствуйте. Какие существуют нарушения по маркировке таких товаров, как сок? Вообще, наше ведомство, Комитет технического регулирования в лице территориальных департаментов, мы проверяем торговую сеть. То есть то, что находится на стадии реализации в супермаркетах, торговых домах. Но здесь я хотела бы сразу отметить, что вот тут вот, как Светлана Юрьевна уже озвучивала ранее, что в основном вся опасная продукция может находиться, вернее, в этих вот маленьких магазинах дворовых. Мы у нас, к сожалению, при проверках есть торговые ограничения. Мы имеем право заходить в магазины. Торговая площадью 800 квадратных метров это Астана, Караганда и Алматы. И 500 квадратных метров это остальные регионы. То есть супермаркет, допустим, там торговой площадью 20, 50, 100 квадратов мы зайти, к сожалению, не можем. То есть я так понимаю, что из-за вот таких вот препонов в законодательстве вы работать не можете с большими торговыми площадями? Нет, наоборот, мы сейчас большие проверяем. То есть вы сейчас проверяете, мелкими не можете? А в мелкие мы не ходим. Мы ходим в мелкие, вот, конечно, вот, допустим, вот девушка до этого рассказывала, она получила отравление, но отравление это прерогативы Министерства здравоохранения. Но то, что касается маркировки, это функция комитета техрегулирования. Но опять-таки для того, чтобы вот у нее просто бутылка, чека не оказалось. Только и на основании вот этой вот бутылки, на основании каких-то свидетельских показаний мы бы пойти проверить. Скажите, а как можно определить натуральный сок или не натуральный? Определить натуральность того или иного продукта, это только лабораторным методом. Извините, Евгений, можно я скажу? Я вот сам интересовался, да? Можно просто элементарным способом, в домашних условиях. Любой сок возьмите, налейте стакан сока, ложечку чайной пищевой соды, размешайте. Если цвет сока не поменялся, значит, это уже не натуральный. Если натуральный, то он должен поменяться. У нас сегодня просто такая домашняя лаборатория на кухне. У меня вопрос к КАЗПотребнадзору. Талгат Карбаевич, скажите, проводил ли КАЗПотребнадзор исследование по вопросу натуральности продуктов питания? Вот по вопросам о натуральности продуктов питания мы не проводили исследования. Нас интересует проблема маркировки. Мы обратили внимание именно на то, что многие производители наши, казахстанские, отечественные, они указывают обтекаемые формулировки. Например? Ну, например, значит, не содержат консервантов и красителей. Просто без... Или если содержат стабилизатор, без указания конкретно какого стабилизатора. Есть ингредиенты, которые с маркировкой Е, целая шкала есть. И какие? Я вам могу привести пример. Вот жевательная резинка, но не буду показывать, какой марки. И здесь около 8 или 7 ингредиентов Е. И различные там ингредиенты. И согласно международных стандартов, они их указывают. Что здесь есть там? Загуститель или подсластитель или еще что-то. А также есть другая шкала. К чему приводит частое употребление продуктов питания с такими ингредиентами. Допустим. И такая маркировка. Она потребителям, я думаю, будет очень интересна. Почему? Потому что, допустим, сокращенное обозначение определенных с маркировкой Е ингредиентов. Это такое, как РК, приводящее, допустим, к расстройствам кишечника. Р, вызывающие раковые заболевания. Лимонная кислота. Так. Е, по-моему, 330, если я не ошибаюсь. Ингредиент, он применяется массово, да? При постоянном употреблении это приводит к лимонной кислоты, это приводит к раковым заболеваниям. Мы все знаем, что дети ее пьют, допустим. Да, и очень любят газированные напитки. Светлана Юрьевна, скажите, пожалуйста, а почему у нас продукты питания, которые, ну, уже доказано, что они приводят к таким очень серьезным заболеваниям, почему они у нас разрешены в продаже? Почему мы, вот мы просто, смотрите, у нас даже реклама в СМИ. То есть мы запретили рекламировать табачные изделия, мы запретили рекламировать алкогольную продукцию. Но мы разрешаем рекламировать продукты, которые выглядят красиво, на детей действуют как броский товар. Я думаю, что это больше к госстандарту, потому что они разрабатывают стандарты, и они должны следить вместе с Министерством здравоохранения за безопасностью того, что... То есть, другими словами, если стандарт позволяет реализовать данную продукцию на территории Казахстана, ничего с этим сделать невозможно. Это первое. Второе, я хочу тоже обратить ваше внимание на то, что эти же продукты, эта же газировка и эта же лимонная кислота, она во всем мире разрешена. То есть там речь идет тоже о потребительском образовании, по поводу того, если у тебя есть язвенная болезнь, то у тебя есть какие-то ограничения. Или если ты пьешь, то это должна быть маленькая доза. Здесь опять мы говорим, что у нас нет потребительского всеобучия. А можно вопрос мне буквально задать, да? У нас есть где-то в законе прописано, может быть, вы мне ответите на этот вопрос, сколько конкретно должно быть сока в соке и мясо в стельменях? Есть конкретно сколько должно быть? Есть стандарт. Вы знаете, у нас есть хорошая очень статья, которую я отстояла в законе о защите прав потребителей, но которой мало кто пользуется. Потребитель имеет право на полную и достоверную информацию о товаре. То есть если он на это имеет право, ему производитель обязан это предоставить. Но тем не менее, получается, производитель не предоставляет эту информацию. Скажите физически, как должно это выглядеть? Пришел мужчина или женщина, она идет или он с работы, уставший, зашел в магазин, чтобы купить. То есть после тяжелого рабочего дня он заходит и говорит, так, давайте ваши бумаги, сейчас я посмотрю, буду брать эту колбаску или нет. И ты начинаешь здесь уже какую-то свою проверку проводить. Может быть, на законодательном уровне мы должны какую-то, не знаю, программу разработать. Здоровая нация, да, и мы говорим о том, что, ребята, допустим, фастфуд нам не нужен вообще в стране. Почему? Потому что, потому что, потому что. Это очень модное слово нынче. Почему мы, когда приезжаем за границу, вот лично мой опыт, я прилетаю в Японию, нет фастфуда. Понимаете, они есть, эти точки продажи фастфуда, но они находятся в тех местах, где живут европейцы. То есть где-то туристы. Ты покупаешь ту же колу, но она не такая сладкая. И японцы говорят, вы знаете, мы не можем ваши продукты есть, потому что они очень сладкие. В них очень много сахара. А это почему вы не задавали вопрос? Потому что культура, питание совсем другая. Потому что с детства обучают ребенка вообще традиционным, своей традиционной еде. И они объясняют и рассказывают, почему сладкое это плохо, горькое это, чересчур горькое это плохо. То есть у японцев очень развито чувство меры. Так давайте мы это чувство меры будем развивать в нашем обществе. Я зато, вот мы добились того, что есть девятая статья закона о защите прав потребителей. Она сейчас действующего закона, которая предусматривает внедрение обязательного потребительского образования в школах, вузах ПТУ. Замечательно. Мы разработали учебники до 17-го года, все дети будут обучаться этому предмету. Подавляющая доля товаров на казахстанском рынке это импортируемые продукты. 74% всех молочных продуктов, 67% кондитерских изделий завозные. Давайте посмотрим наглядно, что может попасть, а скорее всего уже попало на наш рынок. Этот порошок добавляется в жидкость для того, чтобы получить мясо. Видите, розовое мясо, довольно-таки здоровый цвет. А ведь мы не застрахованы от такой еды. Где гарантия того, что завтра все мы не будем употреблять такое вот искусственное мясо? У меня вопрос. Казахская академия питания. Как употребление такого рода продуктов скажется на судьбе человечества в целом? В основном, которые завозятся все продукты, там в достаточном количестве разрешенные продукты, разрешенные вещества. А кто-нибудь может прокомментировать? Это нормально вообще, когда мы из порошка делаем мясо? Может какие-то нанотехнологии, я не знаю. Можно два слова тоже сказать по этому поводу? Вообще, конечно, это серьезный вопрос. Вот в данный момент сейчас есть мясо, уже в Японии разработанное мясо, если вы хорошенько поинтересуетесь по интернету, более научными фактами. Такому ученому Икеда был поручен, что вот в Японии более 30 миллионов населения, все вот эти каловые фекалии собираются в этих, и вот что с ними делать? И вот он придумал бактерию, которая вот эту каловую массу превращает в протеины. Получается, это мясо, которое сегодня уже первые смельчаки, которые потребляют, едят это. Поэтому, конечно, спасибо за такую тематику, но надо его развивать, конечно, более углубленно, рассматривать государственные масштабы. Скажите, а на казахстанском рынке у нас есть генномодифицированные организмы? По-моему, так это переводится. Почему? Генномодифицированные организмы у нас есть. Мы их контролируем. Мы специально для этого попросили правительство, и нам выделена была лаборатория, ГМО-лаборатория, сейчас на базе национальной центра экспертизы, определяет, идентифицирует, какой ген животных используется. Просто по нашему стандарту только гены недозволенных животных нам запрещены. Но поэтому мы не можем все это запретить. Поэтому проверяем это. Федор Афанасьевич, скажите, а в наших лабораториях мы можем определить сейчас, на данный момент, продукт содержит ГМО или нет? У нас есть лаборатория, которая может определять генномодифицированные объекты. Хочу сказать, что буквально недавно в семенах помидора китайского производства мы выделили ДНК ГМО. Вот вы можете на уровне лаборатории, а человек может на прилавке магазина отличить такой продукт? Нет. Не может, это однозначно. Кстати, вот с точки зрения законодательства, да, мы сейчас разрабатываем уже, ну, на стадии принятия законопроекта генномодифицированной инженерии. Это уже хорошо, на самом деле, что у нас есть государственная независимая лаборатория, в которую хотя бы некоммерческие организации могут обратиться. Потому что, допустим, год назад у нас было только при институте питания, так вот, вот этот закон, он решает очень много вопросов. Во-первых, будет создана база, потому что невозможно контролировать, если нет базы. То есть это очень серьезные вещи, вот о которых мы сейчас говорим, потому что ни для кого не секрет, что сейчас исследования, которые провели немецкие ученые, вы знаете, наверное, да, которые крыс кормили на протяжении года пшеницей, и во втором поколении крыса стала бесплодной. Посмотрите, как у нас много девочек бесплодных, ребят. То есть у нас в Казахстане это очень серьезная проблема, и мы только за то, чтобы в конечном итоге предупреждали, то есть давали возможность людям узнать вообще, есть там генетически модифицированные. И поэтому вот этим законом предусмотрена специальная маркировка генетически модифицированных продуктов питания. За рубежом употребление генетически модифицированных продуктов находится под контролем государства. На продуктах должен стоять яркий, крупный, хорошо заметный знак GM. Генетически изменено. Принято ли этот закон у нас? Вопрос у меня Мининдустрии и новых технологий. Айгуль Камитовна. На продукции, если действительно там содержится ГМО, такая надпись должна быть. Проводились ли исследования продуктов, содержащих ГМО? Ну, пока мы есть как бы фактов нарушений, чтобы, допустим, отличие от того, что на составе по содержанию, по упоминанию ГМО. Ну, это органы СЭС, это органы СЭС выявили. Я сейчас говорю за свою ведомство. В общем, у них такой лаборатории нет. Есть только в СЭС. У Минта нет. У Минта нет, мы сдаем это все в частные лаборатории, в том числе и в лаборатории СЭС. Ну, предположительно, новое агентство, которое будет создаваться по потребительскому надзору и санитарно-биологическому благополучию человека. Вот я думаю, что там это будет обязательно, потому что основу они будут регулировать рынок продуктов питания. Пищевой рынок полностью. Да. Однако есть другая, более реальная угроза здоровью человечества, так называемые трансжиры. Вот это уже очень интересная тема, потому что большинство жителей Казахстана даже не знает такого слова «трансжиры». Дания еще в 2003 году законодательно установила максимальный двухпроцентный уровень гидрогенизированных жиров в продуктах питания. В Голландии и Австралии сами производители под натиском общественности пришли к такому же правильному решению. Даже в США, где практически все являются ярыми поклонниками фастфуда, начиная с 2006 года, официально предписывается указывать на этикетке продукта количественное содержание в нем трансжиров. У меня вопрос такой. Айгулька Митовна, наши производители должны указывать законодательно содержание трансжиров на этикетке или нет? Если, допустим, в молочной продукции используется растительный жир, то обязательно должно быть указано, что это молоко, а не натуральное. Не надо тут ошибаться. Трансгены могут использоваться во многих подсолнечных маслах. Тот же, который гидрогенизированный, концентрированный на растительном жире сегодня используется в виде как саламас во всех сегоднях производствах, скажем, сыроди, это, так скажем, тот же, все эти маргарины, подсолнечные масла и так далее, и так далее. Крупнейшие производители используют и ГМО, и, наверное, трансжиры для того, чтобы сокращать себестоимость продукции и делать ее более доступной. А вопрос доступности как раз стоит для стран третьего мира. С самых малых лет мы приучаем наших детей к нездоровому питанию. Как только наши дети начинают ходить, современные родители разрешают им попробовать сладкие газированные напитки, фастфуд. Большинство детей, даже некоторые взрослые, не знают вкуса натурального молока и сметаны. С этой проблемой столкнулась наша следующая героиня Батагос. Вы у нас занимаетесь сельским хозяйством? Да. Какой отраслью сельского хозяйства вы занимаетесь? Решили открыть свой колбасный цех. Для этого мы взяли большой кредит, заложили родительский дом. И у нас по себестоимости, конечно, продукция вышла очень дорогая. Ну, дороже, чем у конкурентов. А на сколько процентов ваша продукция вышла дороже, ну, обычных колбас, скажем так? Ну, 20-25. 20-25 процентов. То есть вы выпускали экологически чистый продукт, натуральный продукт на 100 процентов? Натуральный продукт, да. Вы, наверное, разбогатели, я так понимаю, да? Ну, да. Да? Нет. Нет? Не разбогатели. Почему? Мы делали пробную партию. Так. Развезли по магазинам и стали отслеживать. И какой был эффект? Эффект. Продукция не раскупалась. Люди отвыкли от натуральных продуктов, потому что мы меньше красителей добавляли, меньше усилителей вкуса. И по вкусу людям не нравится. Давайте мы сейчас посмотрим на состав обычных сосисок, которые покупают казахстанцы ежедневно, которые употребляют в фастфудах везде. Смотрите, что у нас есть. Значит, в натуральных сосиски входит сухое молоко, скорее всего, дешевое китайского производства, крахмал, мука, загуститель, стабилизаторы Е407, 410, 412, 415. Они необходимы, чтобы тесто загустело и не вытекало из оболочки. Там, естественно, есть сахар, аскорбиновая кислота, лимонная кислота, они предотвращают гниение. Рис красный – это пищевой краситель, чтобы тесто приобрело розовый цвет мяса. Фиксатор окраски Е250, чтобы не обесцветилось со временем. Регуляторы кислотности 450, 451, 452 – это щелочи, чтобы уравновесить аскорбиновую кислоту. Лимонную кислоту, ароматизаторы, понятно, чтобы мясо пахло мясом. Усилитель вкуса Е621, глютанат натрия, главный фокусник, придающий начинке вкус. И, конечно же, мясо. То есть не мясо, а, я бы сказал бы так, больше белок натуральный, либо свинина, либо говядина, около 8%. Скажите, пожалуйста, что нас может вообще спасти? Может быть, я не знаю, какие-то рейды? Есть большое ожидание, вновь создаваемое агентством по защите прав потребителей. Потому что все-таки это государственный регулятор, который будет контролировать качество продуктов питания, продовольственного рынка. До сих пор, можно сказать, творилась вакханалия. Она, по большому счету, касалась не только продуктов питания, она касалась детского питания, она касалась дошкольного питания. И много-много всего. То есть, как должны людей кормить? Культуры питания, норма выхода блюд. Мы вообще забыли, что такое норма выхода блюд. То есть, раньше, я скажу это, в советские времена, за то, что было несоответствие, считалось, что это серьезное нарушение, хищение. Людей сажали, на далекий срок отправляли на север. А сейчас? Да. Сейчас нет. Сейчас у нас никто не проверяет. Знаете, я вот, кстати, по этому поводу не сильно такую розовую картинку рисую насчет создания госоргана. Еще раз хочу обратить ваше внимание. До тех пор, пока у нас не будет внедрено обязательное потребительское образование, и люди сами не станут грамотными, мы ничего изменить не сможем. Наши бизнесмены, они на самом деле расслаблены. То есть, они не могут со своей продукцией выйти даже на рынок России. Потому что, вот у нас, например, есть сайт потребитель.кз, он совершенно бесплатный. И мы там не боимся, что будет там предоставлена антиреклама. То есть, пожалуйста, все те, кто столкнулся с произволом, вы отправляйте к нам эту информацию. Зачем опять мы это делаем? Для того, чтобы все люди другие, они могли... То есть, смотрите, если мы сталкиваемся с некачественным продуктом, мы уходим к вам на сайт. Я думаю, сейчас сайт будет написан у нас на экране. Он интерактивный. Потребитель.кз, английскими буквами написано. Этому сайту уже больше 10 лет. Что же делать обычному потребителю, которому надоело питаться сомнительными продуктами? Производить самому не самое лучшее решение. В этом году в городе Астане открылся первый и пока единственный Центральной Азии супермаркет натуральных продуктов. Внимание на экран. Здесь, я так понимаю, в этом супермаркете хорошие цены. Замечательные просто, очень хорошие цены. И, наверное, очень хорошее качество продукта. У нас в студии главный маркетолог биомаркета Евгений. В чем принципиальное отличие супермаркета вашего от других? Принципиальное отличие нашего супермаркета заключается в том, что, во-первых, мы привозим товары с сертификатом био. Скажите, пожалуйста, а где находятся эти волшебные места, где вы берете продукты такие? У нас преимущественно идет Германия, Испания, Италия. То есть именно там? То есть в Казахстане у нас не производят продукцию экологически чистую? В Казахстане мы столкнулись с такой проблемой, что мы нашли производителей, которые в должных объемах могут предоставить нам эту продукцию, но они не заинтересованы продавать в Казахстане. У нас сегодня в Казахстане хоть и нет сертификатов у сельхозтоваропроизводителей, проблема в том, что у нас получается так, что практически вся продукция натуральная. В Казахстане? В Казахстане. Потому что из-за того, что мы не так богаты, наши сельхозтоваропроизводители, они практически не используют никаких... Куда идет эта продукция? На рынках и в магазинах. Так говорят же, нет у нас такой продукции натуральной, вот только единичной и по большим сумасшедшим ценам просто. Например, мы говорим, 80% сейчас производства мяса, это не 80%, 80% поголовья у нас находится сейчас в личных подворьях. И о каких можно говорить там генетически модифицированных продуктах или стимуляторах роста или антибиотиках? Знаю тех людей, которые переехали в Германию, и они, значит, вот мои земляки, они, значит, приезжают туда, значит, сюда, хотят кушать именно нашу продукцию, именно наше мясо, именно нашу колбаску. Почему? Потому что они говорят, потому что там, говорят, вкуса нет. Это просто торговое позиционирование. Они сказали, они завозят. У нас в студии, у нас сегодня в студии популярная казахстанская певица Маржан Арабаева. Маржан, здрасте. Добрый день. Наконец-то мы до вас добрались. Скажите, где вы отовариваетесь? Конечно, предпочтение даю супермаркетам, таким брендовым магазинам. Но получается так, что и в этих магазинах бывают просроченные продукты. А где предпочитают покупать продукты питания наши соотечественники? Мы спросили на улицах. Давайте посмотрим. В основном я стараюсь брать местные продукты. Как бы они не успевают добавлять химии. Я предпочитаю покупать местное казахстанское производство. Потому что оно свежее и лучше, я считаю, и натуральнее. Без всяких добавок. Какие предпочитаете вы, местные производители или иностранные? Местные селочи. Местные, конечно. Мы местные. Почему? Ну почему? А иностранные, откуда я знаю? Какие они? Вкусные, невкусные? Я их мало вижу. Ну я больше покупаю такие натуральные продукты. Не долгого хранения. Мне кажется, местные производители могут лучше это сделать. Молочные продукции мы предпочитаем отечественным производителям. А что касается... Колбасная, мясная, тоже местная. Да, колбасная, мясная, тоже местная. Давайте себе поаплодируем. Вот по поводу местного тоже ремарку. Только в Астане мясо продают на рынке с довеском, с костью. И вы знаете, этот довесок, он может быть... То есть вот они говорят, мы по 1200 продаем, и потом довесок, эту плытку дают, которая полтора килограмма весит. То есть я уже тоже поднимала этот вопрос. Вы знаете, что по закону о защите прав потребителей нам никто не имеет права навязывать то, в чем мы не нуждаемся? Обилие импортных товаров создает реальную угрозу продовольственной безопасности страны. Чем больше мы привозим продуктов из-за бугра, тем страна становится более зависимой от внешних факторов. Как уменьшить влияние некачественной продукции на здоровье нации? Об этом мы поговорим через несколько секунд. Не переключайтесь. И вновь ток-шоу «Выход» есть на седьмом канале. Пища для размышления. То, что мы едим. Глобализация привела к тому, что сегодня мы уже не можем представить наши прилавки без импортных товаров. Какие угрозы таит в себе свободное перемещение товаров с точки зрения качества продуктов питания? У нас в гостях представители двух птицефабрик. Скажите, когда вы обнаружили падение объема продаж? Уже с февраля месяца, это с момента уже вступления в таможенный союз. Сначала мы подумали, что это обычно сезонные. Как обычно было у нас продажи обычные, январь-февраль. Они меньше всегда на процентов 30-40. Но когда наступил март, апрель, май, и тут мы уже поняли, что действительно мы не можем продать мясо, то количество, все из-за того, что на рынке появилось мясо и украинское, российское и белорусское. Сергей Михайлович, скажите, ваша продукция, она дороже по цене? Наша продукция, она по ценам сопоставима с российской и белорусской продукцией, но процентов на 10-15 она была ниже, то есть была выше, чем украинская. Как вообще, как-то отреагировало Министерство сельского хозяйства на такую проблему? Ну, мы, конечно, очень обеспокоены тем, что страдают наши отечественные производители, тем более оказывается большая государственная поддержка в виде субсидий, удешевленных кормов. Поэтому совместно ветеринарный комитет, совместно с комитетом техрегулирования и санопедслужбой провели рейды по торговым точкам совместно с Союзом птицеводов, которые вот объединяют все птицефабрики Казахстана, по торговым точкам крупных городов. Мы в рейдовых проверках проводили отбор проб, выборочный отбор проб для проверки качества. И выяснилось в том, что некоторые производители, это, особенно, Мироновская птицефабрика, у них выявилась большая концентрация, больше, чем нормы, концентрация мизофильных анаэробных тел. Для начала, наверное, нужно сказать, что в отобранных пробах практически большинство предприятий, поставляющих из России, из Белоруссии и из Украины, обнаружилось превышение влаги. Мы вот сейчас вот как раз разморозили украинскую курочку, и буквально через пару минут замерим, сколько было в ней воды. Скажите, пожалуйста, а в целом по Казахстану вообще кто-то отвечает за качество продукции, которые у нас здесь производятся, по всем фабрикам? Я поддерживаю полностью предыдущего выступающего из Казпотребнадзора. У семей нянек говорят «дитя без глазу». Здесь комитет техрегулирования, санэпидслужба, ветеринарный контроль. И получается, некому у нас, нет одного органа, который отвечает за качество продукции. В том числе и по мясу птицы. Потому что сегодня в связи с Таможенным союзом у нас ветеринарный контроль на внешних границах. Только вот такие вот рейды, инициативные рейды выявляют вот эту вот проблему. Знаете, вот я считаю, что мы должны, как предприятие, сами отвечать за свое качество. За качество выпускаемой продукции. Мы кормим народ Казахстана, и мы не имеем права допустить, чтобы продукция наша была опасна. Я предлагаю прямо сейчас в студии проверить достоверность выявленных фактов разморозив курицу из Украины. Посмотрите, что у нас получилось. Как вы помните, мы взяли эту курицу и отправили ее на разморозку. Да, курица это да, живая, сейчас чувствую, шевелится. Почти 200 грамм. Почти, да, почти, почти 200. Надеюсь, что это вода, проверять не буду. Вот я хотел бы, Женя, тебе дать вот такую вот картинку. Это видео с рынка в июле 2013 года, с рынка Салматы. Там видно около 80 уколов. Инжектирование. Это вот эти вот точки, да? Да, это вот окорочка насыщают рассолом для того, чтобы он впитал как можно больше влаги, и тем самым обманывают вас, уважаемые потребители. То есть уже готовый окорочок обкалывается чем? Рассолом. Вот рассол, который есть в 351, который еще в два раза удерживает в мясе эту воду. Сейчас я прошу всех высказаться буквально в двух словах, кто какой выход из данной ситуации видит. Как уберечь наше молодое поколение от опасных продуктов? Как было правильно сказано, чтобы во всех магазинах было написано, что это ГМО, что это продукт полуфабрикат, а не курица, да, что там напичканы консерванты, ядохимикаты. Вы за честность. За честность и все. Да, недобросовестных конкурентов мы должны на свой рынок не допускать. Золотые слова. Честная конкуренция. Я не только за повышение дальнейшей ответственности. За ответственность. И в плане административной, там может даже введение уголовной ответственности. Уважаемые потребители, должны есть отечественную продукцию, там меньше шансов отравиться. А в завершении хочется подвести итог сегодняшней беседы. Здоровое питание сегодня – залог жизни будущих поколений. Не увлекайтесь быстрым питанием. Пересмотрите свой рацион. Будьте всегда внимательны в продуктовых магазинах. А если вы столкнулись с правонарушениями, отстаивайте свои права. Сообщайте о них в соответствующие органы или в СМИ. Обращайтесь к нам на седьмой канал. Только вместе мы сможем переломить ситуацию. Выход есть всегда. Главное – знать, где его искать. Каждую неделю на седьмом. Будьте здоровы! Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин